Похоже, Кремль испугался Московского Майдана и пошел на уступки. Политика. Выборы в Мазгардуму 30 июля 8 часов. Похоже, Кремль испугался Московского Майдана и пошел на уступки. На какие послабления несистемной оппозиции готов теперь решиться Центризбирком? Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотрах 20 175. Фото. Петр Ковалев. ТАСС. Материал комментируют. Анастасия Удальцова. Анатолий Баранов. Денис Зомер. Все выдвиженцы в Мазгардуму, которым Мазгарь-Сбирком отказал в регистрации, сохраняют шансы стать кандидатами, получив регистрацию в Центризбиркоме, заявил зампредседателя комиссии Николай Булаев. По его словам, итоговые решения ЦИК будут зависеть от документов, которые представят выдвиженцы, и от того, насколько обоснованными будут их жалобы. Чиновник также заверил, что все заявления будут рассмотрены объективно. Кроме того, он не исключил, что на заседание рабочей группы ЦИК по проверке подписей избирателей, собранных выдвиженцами, допустим, членов Общественной палаты Москвы. Представитель ЦИК уточнил, что это произойдет при том условии, что не будет нарушен закон о персональных данных. Напомним, зампред палаты, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил главу ЦИК Лу Памфилову ввести в состав этой группы двух членов ООП, бывшую главу ФМС России Ольгу Кириллову и замглавы Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева. Ранее сама Памфилова говорила о том, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение МСГРС Биркома в ЦИК, а также обращаться в суд. По ее словам, ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Читайте также. Отравили не Навального, а он Кремлю. Политическую жизнь и искусственное отсечение россиян от участия в политике приносят власти все больше проблем. Булаев также рассказал журналистам о том, что пока в ЦИК поступила только одна жалоба от выдвигавшейся по 45-му избирательному округу Юлии Серебрянской. Решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы. Чуть позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что поступило уже три жалобы от выдвиженцев в депутаты МСГРДУМа на решение об отказе в регистрации. На сегодняшний день на рассмотрении в ЦИК в МСГРДУМе находятся жалобы кандидатов в депутаты МСГРДУМа Юлии Серебрянской и Константина Лисицы. 29 июля повторная жалоба Ивана Жданова на решение МСГРДУМа принята в ЦИК России, отметили в пресс-службе. Помимо указанных лиц, МСГРДУМа отказал в регистрации на выборах в МСГРДУМу бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, 5-й избирательный округ, депутату муниципалитета Зюзино Константина Суянька Ускасу, 31-й округ, кандидату от Яблока, муниципальному депутату Елене Русаковой, 37-й округ, и юристу ФБК Любови Соболь, 43-й округ. После этого в Москве прошел целый ряд протестных акций сторонников незарегистрированных кандидатов. Наиболее крупный митинг состоялся напротив столичной мэрии в субботу. В ходе него произошли столкновения с полицией, в результате которых было задержано более тысячи человек. Что теперь? В ЦИК готовы пойти на уступки. Власти испугались протестов. Вон даже на 3 августа митинг оппозиции согласовали. Те, кто захватили богатство России, ее ненавидят и не хотят ее развития. Константин Бабкин, председатель Совета Торгово-Промышленной Палаты РФ по промышленному развитию и конкурентноспособности экономики, о ситуации в стране. Власть проявила крайнюю степень глупости там, где этого можно было избежать. Кончиться для нее это может весьма неприятно. Москвичи, увидев такое отношение к ним, даже не к кандидатам от либеральной оппозиции, а именно к ним к избирателям, могут массово прийти на избирательные участки 8 сентября и проголосовать за реальную оппозицию, убрать которую из бюллетеней сколь бы то ни было законным способом уже не получится. А это для коррумпированной власти намного страшнее, так как тогда в Москве может разрушиться ее монополия. Власти испугались не самих протестов, а их возможных последствий, считает главный редактор портала «Форум». МСК Анатолий Баранов Дело в том, что выборами в Москве в этом году рулят новые люди, без соответствующего опыта. А федеральные структуры сосредоточились на выборах губернатора Петербурга и других более важных событиях, более значимых, чем формальное избрание ничего не значащего органа в Москве. В результате ситуация пошла по неожиданному сценарию, после тупого разгона манифестации стало сразу событием не регионального, даже не федерального, а международного масштаба. Но и сейчас будут пытаться как-то смягчить ситуацию, в чем-то дать задний ход. СП, можно ли ожидать, что кого-то из незарегистрированных кандидатов все же зарегистрируют? Ожидать можно чего угодно. Но власти находятся перед непростым выбором, они раньше никогда не шли на поводу у общества, всегда давили до конца, а уже потом, может быть, что-то смягчали, меняли. И регистрация кого-то из кандидатов под нажимом уличной оппозиции грозит перерасти в некое иное агрегатное состояние всей внутренней политики. А если же не идти на дурацкий принцип, не строить из себя супер-мачо, то, конечно, надо регистрировать, причем всех. Либо снимать всех самовыдвиженцев, потому что нарушения есть у всех. Либо, что куда более логично и грамотно, отменять указом президента эти выборы, срочно, без ухода депутатов в отпуск, принимать новый избирательный закон, чтобы в декабре провести новые выборы, не увеличивая при этом срок полномочий действующих депутатов. Время еще есть, а вот есть ли ум, посмотрим. СП, а самим кандидатам от оппозиции это нужно? Или они иного добивались? Пока всего три жалобы в ЦИК получено. Я полагаю, сами организаторы всего это кипиша точно не понимают, куда их вынесла ситуация, то ли на Сенатскую площадь, то ли на Тинян-Мень. Реально именно сейчас, конечно, их шансы на выборах выросли многократно. Но даже выиграв в округах, они все равно никак не смогут получить даже простого большинства в Масгардуме. А будучи снятыми с выборов таким образом, повышают свою политическую капитализацию во многие разы, Яшин становится вообще лидером либерального крыла в российской политике. Ему теперь надо каждый тост поднимать за Собянина и его красивых женщин. СП, зачем вообще власти решили не пускать оппозицию на эти выборы? Гудков или Яшин представляют опасность в Масгардуме? Думаю, Собянин и его окружение просто взорвались, решили, что они не просто хозяева в городе, а могут делать все, что захотят. Укладывать избирателей как плитку, перекладывать. Но на лицо оказалось несоответствие способностей и возможностям. Возможности большие, а способностей мало. Конечно, не только Яшин и Гудков, но и все недопущенные либеральные кандидаты, сколько всех 11, 12. При 45 депутатских мандатах составляют только угрозу настроению перед завтраком, вот сядет Собянин кушать овсянку, а ему по утреннему каналу Яшин что-нибудь скажет. Вот и вся угроза. А теперь под угрозой уже вся конструкция власти в столице. С.П., что теперь? По-вашему, протесты продемонстрировали эффективность? Извлекут ли власти урок? Об эффективности протестов говорить рано, да и вообще не очень правильно. А вот уроки, которые извлекут власти. Жизнь, конечно, хороший учитель, но еще кое-что зависит от ученика. Некоторые так и проживают жизнь, так и не усвоив ее самых простых уроков. Я не верю в способности людей, у которых развит только желудок и хватательный рефлекс. Эксперт Института инновационного развития Денис Зомер сомневается, что протесты напугали власть. Власти в минувшие выходные фактически провели широкомасштабное учение полиции и Росгвардии двукратно превысили план по задержанным относительно всех мероприятий последней пятилетки. Киев рвется помочь Кремлю в организации Майдана и ввести войска. Могут ли украинские спецслужбы воспользоваться дестабилизацией политической ситуации в России? СП. Можно ли всерьез рассчитывать, что кого-то из незарегистрированных кандидатов все же зарегистрируют? Кого? Зачем вообще власти решили не пускать оппозицию на эти выборы? На этих, ставших уже странными, выборах возможно все, но нужно быть реалистами, и единственным законным способом допуска до выборов является только вновь выявленные весомые обстоятельства в виде пересмотренных и прошедших перепроверку подписей избирателей, все остальное может быть только выражением той или иной политической линии власти. Но в любом случае, можно говорить, что все стороны процесса уже получили свой хайп, и кандидаты, и власть, а среди пока получивших увечья, в основном рядовые избиратели и неравнодушные граждане, пришедшие на субботнюю акцию и случайные люди, попавшие под замес в центре Москвы. СП. Что теперь? По-вашему, протесты продемонстрировали эффективность? Извлекут ли власти урок? Мирный протест важен, но подчеркну уже в который раз, что вызывает глубокую обеспокоенность то, что именно акции за свободу выбора слова и собраний набирают больше участников и хайпа, чем акции против самых антинародных законов, как закон о повышении пенсионного возраста. Власть продемонстрировала готовность использовать силовые инструменты, находящиеся в ее распоряжении для противодействия несогласованным акциям. Шар фактически перекатился именно к власти, которая продемонстрировала свое умение дозволять, как 20 июля, и не дозволять, как 27-го. СП. Может ли подобное повториться на более серьезных выборах президента и Госдумы? Однозначного ответа тут нет, но у многих ассоциативно в публикациях выступало слово «репетиция», хотя, конечно, все это на уровне домыслов. Ясно на сегодняшний день только одно, что неинтересные выборы, за которыми особо не следили, стали одним сплошным информационным поводом, ежедневно выдающим новые сводки с полей широкомасштабных политических всплесков. Новости Москвы. Хватит нам врать. Возле телецентра Останкина в Москве прошла акция левых сил. Протестные акции. Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова